В официальной повестке заседания Рязанской городской думы значилось 28 вопросов. Один из основных – изменения в правила землепользования и застройки. Назначение и границы территории в районе проезда Шабулина и улицы Октябрьской нужно было подкорректировать. В генеральный план города, кстати, изменения уже были внесены. Проектом решения предлагается внести изменения в правила землепользования и застройки в части изменения границ территориальных зон. Зона общественной жилой застройки – Ж-5, зоны спортивных комплексов и сооружений – ИР-1, зона городских парков, скверов, бульваров – ИР-3, зона озеленения специального назначения – КА-4 в отношении территории, расположенной по адресу – город Рязань, в районе улицы Октябрьская, проезд Шабулина. На рассматриваемую территорию планируется формирование парка. Новый парк у завода «Красное знамя» должен быть с парковкой. Об этом говорили народные избранники, обсуждая вопросы. И она, как заверили представители Рязанской мэрии, точно там будет. Еще один вопрос касался возможности обустройства спортивного зала для сотрудников на территории промышленных предприятий. Соответствующие изменения в правилах землепользования и застройки были одобрены депутатским корпусом. Поддержали парламентарии и вопрос установки двух мемориальных досок. Предлагается разрешить Рязанскому государственному медицинскому университету установить за счет собственных средств мемориальную доску на фасаде здания, расположенного по адресу – город Рязань, улица Маяковского, дом 105, со следующим текстом. В этом здании с 1970 по 2021 год работал известный ученый-фармаколог, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, кандидат фармацевтических наук, заведующий кафедрой фармацевтической технологии Николай Георгиевич Селезенев. А вот в школе номер 39 решили установить доску в память о своем выпускнике. Геройски погибшим на Донбассе Леониде Рязадинове. Командир парашютно-десантного взвода, указом президента России, был награжден Орденом Мужества посмертно. Обе инициативы депутаты поддержали единогласно.